То есть мы должны понимать, перед тем, как сказать человеку, ты неверующий и так далее, это очень опасно. Почему? Потому что невозможно просто так, когда ты видишь, что он совершает, даже если он совершает ширк, если ты его застал, что он совершал, какой ширк, нельзя его назвать мучриком, пока не будет икамата л-худжа вайзалата шубха. До тех пор, пока на него далиль какой-то, то, что он совершает ширк, ты не приведешь и отдалив все сомнения. Может быть, он стоял там хауфан, например, из-за того, что боясь он сделал, это такой или иной ширк, как Аллах сказал, то есть тот, кого заставили, а его сердце было спокойным, то есть почувствовал спокойствие на вере, на имане. То же самое, например, человек, когда, может быть, он сделает по джахлю, по незнанию что-то совершает. Потом, может быть, его устазы, его улема его так обучили, это тоже. То есть бывает, человек, какой-то совершает грех по незнанию и так далее. Например, Усман бин Мадуун, например, во время проведения Умара бин Хаттаба, он выпивал, когда выпивал алкоголь, пришли люди, пожаловались на него, что он пьет алкоголь. Как так, говорит? Уже посмотрите, уже прошел порог Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, потом был Абу Бакар, раздаллаху айху, потом был Умар, уже много прошло. Как он говорит? Когда вы привели, почему ты пьешь? Он говорит, инналь хамра халаль. Он говорит, алкоголь это халаль. Это куфр или не куфр? Куфр, когда Аллах запрещает его в Кур'ане. Но, однако, он не понял ая, он что сказал? Есть ая в Кур'ане, где Шевишн Аллах Субхану А.Т. говорит, то есть нету на тех, которые уверовали и делали благие дела, на них нету спроса в том, что они кушают, принимают в пищу. И тогда он взял это ая, он говорит, я уверовал и делаю благие дела, то есть поэтому я могу все принимать, пищу и пить и так далее. Хотя он не знал, что этот аят Мансух, то есть он стал уже Мансухом и был не способен до того, как Аллах не спасал аят Хамр, до того, как Аллах запретил алкоголь. Поэтому он по незнанию это сделал. Или, например, Хамза, рада Аллаху Аанху в его время, когда Али ибн Абиталиб, у него были две верблюдицы. То есть он на этими верблюдицами зарабатывал деньги, то есть там отправился в путь, давал их в виджар, давал их в аренду. И когда Хамза, рада Аллаху Аанху, до того, когда Аллах запретил алкоголь, он знает, что арабы очень много выпивали, когда последний даже аят пришел, когда Аллах запретил пить алкоголь, они взяли бочки с винами и вылили на рынке Медина. Именно отсюда тоже ученые говорят, что Хамр, как Аллах в Коране говорит, но однако есть то есть не такой Хамр, то есть спирт, он алкоголь не такой, который пачкает надеж, а он именно по смыслу, то есть нечистота. Например, неверующий тоже нечистота, но ты до него дотронешься, не значит, что тебе надо омовение обновлять. То же самое, если бы была бы нечистота, от которой нужно мыть там тело, то бы сахабы не вылили бы на рынке Медины. И Хамза, рада Аллаху Аньху, был пьяным, и когда пришли к нему певицы, когда петь, он хотел их наградить. И что взял эти две верблюдицы, вырезал сердце и подарил им. Вот это вам тебе подарок. И печень тоже вырезал, подарил. Это от меня подарок. Тогда Али и Битальев сказал, что ты сделал, говорит. Это говорит, который посланник Аллаху, салалу азиатом, мне дал, это наши верблюдицы. И он что сказал, поистине, ты иннама анта во Мухаммад, абдан ли аби. Говорит, ты Мухаммад, рабы моего отца. Это кафр, кафр. Но однако, когда он пришел посланнику Аллаха, салалу алейху ассалям, пророк Мухаммад, салалу алейху ассалям, сказал, заплати просто за верблюдицы. Не сказал, не вывел его из ислама. Почему? Потому что он совершил это по незнанию, когда у него не было Акля. На тот момент, до того, как Аллах запретил пить хамр. Отсюда мы что понимаем? Потому что, чтобы человека, например, даже если он сделает явный щерк, нельзя на него назвать, что он мушерик. До тех пор, пока ему не придет увещеватель. Аллах в Коране говорит, мы не наказывали до тех пор, пока ему не посылали посланника. Тот, который ему объяснил, разъяснил даже фараону, который сказал, я ваш великий Господь. Аллах, субхану ассалям, послан Мусу, Гарун сказал, Но если человек совершает щерк, зная при этом, и его вопрос был уже, потому что человеку сказать, ты мушерик, что подразумевается под этим словами? За ним намаз читать нельзя. Его пища, которую он рыжит, не халяль. От него мираз получать нельзя. И от него наследство получать нельзя. Он не берет наследство, он не дает наследство. Его гусель ему не делаешь перед смертью. И в кафе он его не заворачиваешь. Не хоронишь вместе с мусульманами. За него два андела. Это я тарат таба аля яща кетира. Потому что на это много другие вещи опираются. Поэтому эти вещи, чтобы назвать человека, например, по тому или иному действию, что он, например, неверующий, потому что он таба аль-хава, потому что он пошел своими страстями. Или, например, он занимается показухой и так далее. Если его назвать мушериком, это нельзя. Потому что его вопрос должен подняться в шариатский суд. И там и уже разбираться. Уже его призывать. Чтобы его вывести, так скажем, из религии. Это раз. Второе. Вот эти вот вещи, кто следует за своими страстями и делает рия. Эти вещи, знаете, это из каких широков? Почему называется малый широк? Это называется малый широк из-за того, потому что он не вагер. Потому что нельзя его увидеть. То есть, например, мы думаем, что человек совершает показуху, а он не такой. То есть это нам так кажется. Это возвращается к его сердцу. Или то же самое, следует за страстью или нет. Нам кажется, что он следует за своей страстью, но это именно не страстью, он как бы так думает. То есть это не видно, так скажем, это это внутри, а не снаружи. Поэтому мы отсюда, как бы, не можем даже со второй минджанами Ахр, со второй стороны его назвать, как бы, что он совершает ширки и так далее. Это может быть нам казаться, но однако это не так. Например, мы говорим, что он совершает ширки. Например, если он идет, к примеру, идет и у могилы просит дуа. Это ширки. Захир он ширки. Но назвать его мучерек, это уже другой вопрос. Может он не знал, может ему так объяснили, может быть он так понял, может неправильно понял Айя, как Ахмад бин Маз'ун. То есть много есть вообще вещи, как бы, найдите своему брату 70 оправданий перед тем, как вы его в чем-то обвинить. То есть с ним нужно что, посидеть, мунакаша должно быть. С ним обычно такие вопросы, как? Обычно такие вопросы делаются, рассматриваются в шариатском суде. Например, человека Хасибиршур-ширк, его не сразу, как бы, муртад, чтобы объявить его, что он отошел от риги или нет, нужно ему с ним посидеть, пообщаться, ученые должны его выслушать, может быть он неправильно не понял, объяснить. даже после этого юстатаб дает ему время на табу. Обычно хабалийский, маликийский, шафиатский, сколько дают время? Три дня. Самый срок, ханафиты говорят от намаза до намаза у него время, чтобы табу вернуться. Аллаху амам.